Казахстан Непростительно буднично. Граждане, явно рожденные в СССР, проводят операцию на крыше. Немногочисленная толпа зевак внизу. Глядя на эти кадры, понимаешь, 90-е, они хоть и были совсем недавно, но как будто уже стерлись из коллективной казахстанской памяти. Обрывками всплывают только пропагандистские клише про лихие, голодные и холодные. И это тоже было, но было и другое. Молодость, бесшабашность и наивный оптимизм. То, что осталось только на старой телевизионной пленке. 90-е. Золотая пора телевидения. Это стало ясно сейчас, в эпоху Ютуба и смартфонов. Каждый гражданин тогда хотел участвовать в демократическом процессе. Об этом процессе каждый вечер рассказывали дикторы первой московской кнопки. Добрый вечер. Сегодняшний день начинает отсчет новой истории Советского Союза. Бывшего Советского Союза. Единого государства, занимающего одну шестую часть суши, больше не будет. А есть содружества из 11 независимых государств. Заявили сегодня в Алмате их лидеры. Телевидение не только транслировало в каждый дом телесериал под названием «Новая жизнь», но и делало звездами исполнителей главных ролей. Исторические решения принимаются непросто, заявил сегодня Нурсултан Назарбаев, по поводу атмосферы встречи. Вероятно, участники совещания чувствовали на себе груз ответственности. Не каждому дано закрыть огромную страну. Поле для совместной деятельности разминировано. Разорваны цепи тоталитарной коммунитической системы. Но отменяют московский центр, и телевидение моментально перестает быть центральным. В каждой республике появляются свои независимые кнопки. В Казахстане первое и самое популярное коммерческий телевизионный канал. Главный вечерний хит – неофициальные новости – ТНН. Сводка прислужит МВД за прошедшие выходные дни. И для начала цифры. Кстати, они очень малоутешительны. Слушай, это 30 лет прошло? 29. 29. Я этого совершенно не помню. Слушай, и люди забыли. Ты посмотри, какой кошмар, как мы жили-то ужасно. Ну, не совсем мы так жили, потому что было же много хорошего. Мы были молоды, мы почувствовали этот воздух свободы. Мы искренне верили в то, что мы идем демократическим путем и построим нормальное будущее для себя, для детей. Ну, пожалуйста, самовыражение в любых смыслах. Ну да, мои 90-е. И стремились к лучшему. Да, у каждого свое. Это чердак одного алматинского многоэтажного дома. Лежбище одного алматинского бича. Ну, бичей у нас много, но этот из них выделяется. Во-первых, он, судя по всему, человек интеллигентный. У него даже дневник, который... Основные составляющие эфира КТК образца 90-х – суровые коммунальные репортажи, криминальная хроника и реклама без ограничений. И где взять настоящие «Мальборо»? Не подделку. Только у нас. В фирме «Жан-Ель». Ну, это кайфно. Американское качество. Оригинал, вкусный табак. Все самое крутое на экране – американское. Сигареты, жвачка и зарубежные партнеры. «Белый дом» пока еще не называют вашингтонским обкомом партии. Итак, вы смотрите и слушайте, а мы начинаем ТНН. Вчера после переговоров, довольно длительных, мы об этом судим по задержке пресс-конференции на час 15 минут, были подписаны американо-казахстанские документы. Но прежде об ожидании. Журналисты наши и американские устроили небольшой сейшн. По-нашему трепались о том о сём. Теперь о документах. Подписаны документы по экологии. Американы помогут в Аральском и Семипалатинском регионах. Договорились и о кредитах. Многомиллионных и в долларах. Затем Уоррен Кристофер отбыл на Украину и увез с собой золотую осень. Но сначала сам Назарбаев несколько раз облетает земной шар. Задача – рассказать всему миру. Есть такая страна Казахстан. Between Russia and China. На плохо сохранившейся записи главный телевизионный талант СНГ про главного человека республики Казахстан. Привет. Это лётное поле Алматинского аэродрома. Отсюда начнётся государственный визит президента Казахстана. По приглашению президента Турции он вылетает в Анкару. Азиатский реформатор Нурсултан Назарбаев направляется к азиатскому реформатору Сургуту Озалу. 51-летний Нурсултан Назарбаев дважды до Пуча и после Пуча отказывался от поставить и президента СССР. Он возглавляет, видимо, самую стабильную республику, проводя радикальные по нашим масштабам экономические преобразования. Генерал дипломатических войск Гани Касымов очень любит вспоминать то время. Это уже позже он станет профессиональным кандидатом в президенты и пионером политтехнологий. Сначала вы не хотели принимать участие в президентской гонке, поддерживали президента, потом вдруг неожиданно для всех решились стать кандидатом. Такая непоследовательность, она обычно свойственна сильно пьющим людям. Вот вы как сами относитесь к выпивке? Я чувствую, что вы нуждаетесь в цветах и аплодисментах. А в начале 90-х Касымов работает в МИДе и сопровождает Назарбаева в зарубежных поездках. Задача – собрать подписи. И у нас вот эта бумага – это самый дорогой, самый ценный, дорогой документ. Политическая декларация о признании Казахстана суверенным, независимым государством. В условиях распада Советского Союза. Многие уже говорят, вот президента избрали, вот стал летать, только летает, типа вот отдыхает, жирует. Какой жирует? Не успевали летать, но брали этот документ. А это было первоосновой для Организации Объединенных Наций, вот признать Казахстан нормальным, цивильным государством. Вот это было первое. 90-е для генерала Касымова – лучшие годы. Ностальгия по тем временам воплощается сегодня даже на экране. Когда-то я их всех вот так давил. Но все поездки за рубеж по большому счету ради одного – выбить денег и привлечь инвесторов. В начале 90-х все уже понимают, что хуже экономических проблем бывают только проблемы со здоровьем. Это был экономический катаклизм. Это крах был. Не дай бог какому государству. И мы показали всю уязвимость советской системе, где было все взаимосвязано. В большой семье сначала все вдрыск разругались. А потом выяснилось, что развод обязан быть цивилизованным. Слишком много общего. В первую очередь долги Западу в 95 миллиардов долларов. Нужно было договариваться. Российская Федерация принимает все долги на себя. И дальше самостоятельно будет проводить переговоры. Казахстан и другие республики снимут все претензии к России по недвижимости Советского Союза за рубежом. Ну вот где-то к этому балансу пришли. Но межгосударственные переговоры на высшем уровне – лишь часть телевизионной картинки. Гораздо драматичнее коммунальные признаки наступления отечественного капитализма и его первой стадии под названием «Коллапс ЖКХ». А у тебя дома всегда проблемы с отоплением? Конечно. А это зимой, я тебе скажу, и с газом будет плохо. А я отлично разрешил эту ситуацию. Я приобрел вот эту штуку. Вот такая картина очень типична для казахстанских реалий того времени. В квартирах, организациях, частных домах очень часто отключали свет, газ, тепло. А иногда и все вместе. Люди посостоятельнее покупали домой вот такие вот волшебные приборы. Здесь погреться можно и кушать приготовить. Ну а основная масса населения тащила домой буржуйки и даже газовые баллоны. Только вот пользоваться ими умели не все. И такая самодеятельность очень часто приводила к трагедии. На сегодняшний день 2236 предприятий должны энергетикам 7,5 миллиардов тенге. Деньги эти никто пока отдавать не собирается. Во всем виноваты дружественные киргизы. За очередную неуплату они вырубили нам электричество. Добрый вечер, господа. Начну с извинений, а точнее с объяснений. Вот плановые отключения света докатились и до нас. Ну а сами понимаете, мы телевизионщики без электричества никуда. Отсутствие света, газа и тепла с экранов телевизоров объясняют разрушением прежних экономических связей и общим экономическим кризисом. Почему гражданам нечего есть – вопрос больной и уже совсем риторический. Пока власть пытается хоть что-то сделать, народ пытается хоть как-то обратить на себя внимание. Многолюдно сегодня на Старой площади. Здесь собрались пенсионеры, по соседству гнездятся бездомные. Все они пришли сюда со своими плакатами. Скажите, вы здесь вот уже не первый раз, вы очень часто собираетесь здесь на площади. Я с 12 числа сюда прихожу. И вы знаете, одно и то же говорят, никакого сдвига нет. Если не помогает, зачем же приходит? Ну так это правительство должно помочь. Это на нас не реагирует правительство для пенсионеров. Для чего мы и забираемся сюда, на пикет. Выходы в народ в ту пору формат не парадный. И граждане интересуются отнюдь не электронным правительством и региональными финансовыми хабами. Вот 20 рублей в день на дачу даже съездить. Ну полпенсии. И в баню сходить надо 30 рублей. Я надеюсь, что в следующий год экономику поднимать, мы будем поднимать пенсии. В октябре, даст Бог, поднимать будем. Конечно, сейчас тяжеловато, но не хуже, чем в других. Еще печальнее ситуация в провинциальных моногородах. Там, где экономика, да и вся жизнь, держалась на одном единственном производстве. Градообразующие предприятия больше ничего не образовывают. Передовики производства тоже куда-то разбежались. Перед вами славившийся когда-то на весь мир Ермаковский феррасплавный завод. Его сегодняшний упадок по причине отсутствия средств и небывалой безхозяйственности просто шокирует. Огромные площади завалены металлоломом. Рушатся корпуса и приходит в негодность устаревшее оборудование. Потом бывшие комсомольцы-добровольцы начинают бросать квартиры и перебираться туда, где есть хоть что-то живое. В каждом регионе появляются свои города-призраки. Аркалык, Приозерск, Чиган, Жанатас, Каратал. Даже в Алматы, самом бойком городе страны, места культурного отдыха больше напоминают свалки. Да, теперь здесь уже вот так. Ну и как? Будет здесь когда-нибудь хорошо? Ну, это же не все сразу восстанавливается. Со временем все вот, собираясь, начали принимать меры для восстановления Куктубе, порядок навести. Ну, обещаем, что месяц-полтора это будет, более-менее какой-то порядок подойдет. Здесь можно будет отдохнуть? Ну, обязательно приходите, отдыхайте. Со временем все будет, магазины будут у нас здесь. Собираемся Чигану открыть здесь. Ну, все, постепенно собираемся, это все у нас планы большие. Внизу в городе не намного лучше, зато веселее. Хипстеров и кофеин еще нет. Алматинцы предпочитают под музыку пить шампанское. Но главное коллективное переживание по поводу питания. Циничные журналисты даже придумывают термин – продуктовые морги. Это когда оператор берет в перспективе пустые полки прилавков и мертвые холодильники с консервами. Мы смогли обнаружить только серую кормовую вермишель и еще традиционные зеленые маринованные помидоры, выпуска 1972 года. В некоторые магазины, чтобы войти, надо было стоять очередь длиной с полкилометра. Народ разбирает все. Если муки, так мешок. Есть у тушенки несколько коробок. Центральный гастроном в Алматы сегодня – это выставка продуктового изобилия. В 93-м – точка концентрации человеческой тоски и злобы. Ассортимент просто не может вызвать других чувств. Традиционный набор времен казарминого социализма. Вермишель немножко было, мин, вода, традиционные маринованные помидоры и огромные очереди за хлебом. Актер Евгений Жуманов сегодня старается правильно питаться. В 90-х вопрос стоял по-другому. Я помню, были какие-то достаточно длительные периоды, когда кроме каких-то вот, они были там, спагетти, не спагетти, какие-то длинные, грязного цвета, вот эти вот лапша, макароны, вот эти вот, да. И непонятно, из чего сделаны сосиски. И мы что-то вот в казане там все это как-то пытались потушить с чем-то там, с какой-то томатной пастой там и так далее. Этот мокрый хлеб, жареный на сковороде, когда вот яйцо в тарелке разбавляешь даже не молоком, а водой, настолько, что там, то есть этого яйца уже не видно, макаешь хлеб с одной и с другой стороны, кидаешь на сковородку, и вот этот мокрый жареный хлеб жрешь. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Да, слава богу, плохо. Чего хорошего-то? Ну вот я с вами поздоровалась. У вас не поднялось настроение? Нет, откуда она поднимется у меня? Хоть как-то накормить страну и вытащить из комы экономику можно только при помощи экстренной реанимации. Продолжая медицинскую терминологию, все это назовут шоковой терапией. Это когда цены сделали свободными, а курс доллар коммерческий. Ударник капиталистического труда, миллионер Нурлан Смогулов уже почти 30 лет торгует машинами. Признается, это и сейчас дело непростое, но тогда все было непонятно даже ему. Сейчас все не хотят. Советские рубли уходили в наши тенге. Тогда, я помню, масса вот этих денег в Казахстане зашкаливала. К нам привезли деньги со всех республик. Инфляция была бешеная. Но лично я тогда продавал автомобили. Мы в день переписывали цены по 10-12 раз. То есть, мы каждый час узнавали курс рубля к доллару. Так как мы уже покупали автомобили в Японии, для нас это было очень непросто все это. Время менять лошадей. Несант Астана Моторс. Зарплаты не в срок выдают. Родителям, да? Да. Вам, значит, чаевые не перепадают? Да. Продуктов в магазинах не бывает. Цены в каждый день повышаются. Там один день придешь, столько стоит, а в другой день придешь, и эти деньги возьмешь. А там уже повысилось, там, на три рубля. Кульминацией продовольственного кошмара становится ноябрь 93-го. В последние дни перед переходом на Тенге в магазинах нет вообще ничего съедобного. Свода национальной валюты и начинается история казахстанского капитализма. С тех пор Тенге, вернее его курс, не раз приводил казахстанцев в ступор. Но в 93-м году это была полная перезагрузка. Вот так вот выглядит Алмата, затопленный туманом, как будто море с высоты птичьего полета, как говорится. Мы находимся рядом с вышкой на горе Коптюбе. Приехали мы сюда не для того, чтобы показать вам этот вид, а для того, чтобы сказать, что через несколько минут, минут через 15 после окончания нашей программы, точнее в 8 вечера, будет выступление президента Назарбаева, о чем пока неизвестно. Скорее всего, будет речь идти о смене валюты. Национальную валюту назвали Тенге, ее стократную часть Тиин. На купюрах увековечили великих исторических личностей казахского народа и архитектурные памятники. На одной из купюр было даже предложено нанести портрет Назарбаева. И ведь эскиз был приготовлен. Но президент отказался. Держи. Запуск новых денег проходит даже волнительнее запуска нашего первого космонавта. На несколько месяцев это главная тема в новостях. Бер-Тенге. Один Тенге. Это Альфа-Раби. Единственные трудности у нас были по отпечатанию металлических монет. Поэтому мы сейчас вместе металлических будем вводить бумажные копейки. Бумажные копейки будут в активном ходу. Ведь ценники в один момент уменьшились в тысячу раз. Стране одновременно предъявляют обновленный список национальных героев и новую экономическую реальность. Хотя в первые дни об этом думают меньше всего. Ну как бы там ни было, все-таки мы пережили первый день с национальной валютой. Правда, может быть не все из нас и, наверное, большинство из нас еще так и не пощупали эту национальную валюту в руках. Но программа наша посвящена в основном этому обмену денег. В магазинах уже принимают и тенге, и советские мелкие деньги, да? Вот как стало сложнее работать, пересчитывать туда-сюда вот эти все? Да, сложнее стало, но... Ну как, мы сейчас еще в тенге в глаза не видел. Ну сейчас чисто... Ну стали, да, там по 350 мы уже хлеб стали продавать. А тенге еще вам никто не предлагал? Никто не предлагал, нет. Если на предприятиях и в организациях все было более-менее понятно, то в районных администрациях, где Своекровный менял неработающий люд, творилось что-то кошмарное. Кстати, обратите внимание, сколько у нас неработающих. Кто вы здесь? Порядок. Порядок устроили. Вот это хорошо. На обмен дают ровно пять дней. К 20 ноября 93-го все должны окончательно расстаться с рублями. За 500 сельячом получаешь один с Альфараби. Население судорожно выстраивается в очереди, чтобы побыстрее поменять деревянные. Страну накрывает денежный ажиотаж. Сегодня еще на несколько дней комната 116 в Аозовской районной администрации предмет вожделения вот многих сотен людей, которые сейчас толпятся на лестничных клетках у входа и в других местах. Здесь выдают, вернее, производят обмен советских рублей на национальную валюту. Вот как это происходит. Вы получаете деньги. Что вы испытали вот сейчас, когда вам выручают эти деньги? Я думаю, что наконец-то будет все-таки определенность какая-то. Потому что вот этот период, когда после того, как меняли купюры старые на новые, потом сказали, что мы не войдем в новую рублевую зону, была неопределенность деньгами. И была страшная инфляция, вот за несколько дней, за тысячи процентов воскочила. Ну, теперь думаю, что будет лучше. Вам нравятся эти деньги? Ну, симпатичные, но главное, чтобы она была покупательная способность. А сколько вам пришлось выстоять здесь сегодня? Во сколько вы пришли? Я где-то часов в семь пришел. И вот вы сейчас можете убедиться, что там в коридоре творится. Наконец приходит день, когда меняется все вокруг. Представляем Риглис Бермен, Дабл Минт и Джуси Фрут без сахара. Теперь в них еще больше. С появлением собственных денег заканчивается и вынужденная диета. На рынок повалили разнообразные продукты с красочными упаковками и настораживающим содержимым. Главный продукт питания казахстанцев в 90-е – это куриные окорочка. Ножки Буша, так их называют в народе. Слухи про них ходят самые нелестные. И гормонов, мол, в них много, и химии всякой пичкают. Но есть продолжают, поскольку мясо казахстанцы могут себе позволить лишь по праздникам. Вот что говорят домашние хозяйки о вкусе рама. Ну, такой приятный, свежий, сливочный вкус. Окорочка можно пожарить на маргарине рама. На первое отварить китайскую лапшу быстрого приготовления. Рама – превосходный вкус. А вместо компота – развести напиток ядовитого цвета с ярко выраженным химическим привкусом. Особенно знатоков и любителей радует открывшееся алкогольное разнообразие. От технического спирта до экзотических ликеров. Спирт «Рояль», водка «Распутин», ликера «Моретто» и коньяк «Митакса». Для переживших 90-е эти бренды звучат поэзией. И каждый раз лотерея. Если повезет, содержимое разлито в Польше. Если нет, в Малой Станице. Вообще, в 90-х пьют и курят с таким энтузиазмом, с таким сейчас бьются за ЗОЖ и садятся на детокс. Ну да, я тогда много чего попробовал из тяжелых напитков. А вот спирт «Рояль» тогда был, помнишь? О, ну что ты, ну это же был самый цимис. Зи, это, зуку туда добавляешь, и он получается ликер разного цвета. Какого цвета зука, такого цвета и ликер. Перемен так много, и они так оглушительно валятся на людей, что без алкогольной анестезии просто не обойтись. Да к тому же открылись все возможности для экспериментов над собственным организмом. Нашли в одном из домов поселка Восход подпольный цех верноводочных изделий. Милиционеры изъяли 70 литров спирта, 15 бутылок белого портвейна, 310 металлических пробок, 290 разных этикеток и 1000 пластмассовых пробок. За субботу-воскресенье в республике было совершено 726 преступлений. 339 из них раскрыты, как говорится, по горячим следам. Всего из них 12 убийств, 9 случаев нанесения тяжких телесных повреждений, 8 изнасилований, 17 грабежей. Сахар, водку и сигареты в то время в магазинах продавали исключительно по талонам. Впрочем, все это, особенно водку, можно было купить, конечно, и на базарах, или у бабушек на улице. Но там, как правило, торговали паленым товаром. Им, если не травелись, то человеческий облик теряли очень быстро. Вообще, жуткая криминальная хроника тех лет объясняется повальным народным пьянством. Украл, выпил, подрался. Романтика 90-х. Был обнаружен труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Его приметы европейской национальности, 40-45 лет, рост 165 см, худощавые волосы, темнорусые с проседью. На левом мизинце наколка в виде перстня со стрелами. Новости КТК и в те годы, как сводки с фронта. Но страна на самом деле сорвалась. Драки, насилие, грабежи, убийства. Каждый день милиция фиксирует то, что потом назовут беспределом 90-х. Сегодняшний день, начало третьего. Один из частных домов по улице Джинсугурова. Зверское убийство. Бытовуха по пьянке – лишь часть проблем. Гораздо больше головной боли милиции доставляет оргпреступность. Рэкет для провинциальной молодежи – это единственный социальный лифт. 10, 12 тысяч. Рэкет для провинциальной молодежи. К середине 90-х Алматы превращаются в криминальный центр. Бандиты стремятся сюда со всех регионов страны. Особенно славятся карагандинские, чемкенские и джамбульские парни, а также ребята из восточного Казахстана. Количество криминальных группировок переваливает за сотни. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Нурлан Абдулин – классический шоумен 90-х. К успеху шел, шел и пришел. Благодаря таланту, а не Инстаграму. Я помню там все эти перестрелки, разборки со всеми криминальными структурами. Не буду скрывать, приходилось даже выступать среди них. Ну, в смысле, когда они там собирались. Было непросто, но почему-то меня считали, что я вот такой мужчина, который поет правильные песни, который там не ведет себя по-другому. И вот в этих сферах как-то ко мне уважительно относились. Может быть, мой фейс, рост и харизма, не знаю. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Количество серьезных пацанов было прямо пропорционально количеству коммерсов. Еще один термин из 90-х. В стране начинается предпринимательский бум. Заниматься бизнесом означает, по сути, только одно – торговать импортным товаром. Граждане, травмированные десятилетиями советского дефицита, готовы скупать все, что угодно, лишь бы было импортным. Двери в Европу, а в нашем случае скорее в Азию, первыми открывают челноки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот, все, все по размеру, все спло, хорошо. В чем проблемы, я не понимала. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неотъемлемая черта 90-х – это, конечно же, комки и барахолки. Эдакие супермаркеты 90-х. Здесь можно купить все – спиртное, сигареты, бытовые товары, одежду. Коммерческий бум охватил все. Девушка, бочонку, браслет. Женщина, не видите, я занятая, сейчас закончу вами займусь. Конечно, об удобстве покупателей никто и не думал. Скажите, а можно вот эту вот кассетку у вас купить? Да, «Ласковый мая», пожалуйста, посмотрите. Спасибо. Хоть что-то себе на память о фильме оставлю. Женщина? А ну, ничего дали-то? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но челноки и барахолки – это все же масс-маркет 90-х. Казахстанцы, уже тогда относящие себя к вип-категории, предпочитают цивилизованную торговлю в центре города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Сегодня среда, а значит, снова в эфире дамский салон из бутика. Модель первая, дискотечно-выходная. Жилет шелковый от Отто Керн с альтернативными металлическими пуговицами. Юбка из поль-венилхлорида от Клода Монтана. Размер самый ходовой – 44-46. Уважаемые тинейджеры, если вам что-то приглянулось, торопитесь в бутик. Напомню еще раз, вещи там в единственном экземпляре. Вас могут просто опередить. Ну и напоследок несколько слов об интимной части туалета в нижнем белье. У мужчин своя магия брендов. Музыкальные центры GVC на три диска, четырехстрочные пейджеры Моторолла и Windows 95. Компьютерная техника и электроника – высокотехнологичный символ новой счастливой жизни. Для тех, кто отдыхает дома, магазин «Альма Шерек» – великолепный магазин, что находится на Ташкентской, 136 угол мира, может предложить вот эту магнитолу Sony. Стоит она всего 54 доллара. Это не так дорого. Посмотрите, какой цвет, какой дизайн. Но концентрация наступившего потребительского великолепия – на автовыставке. Они собирают тысячи посетителей. Позволить себе новую на марку могут полпроцента. Остальные 99,5% приходят просто посмотреть на машины и на красивых девушек. Ах, это волшебное слово, мерседрец. Скажите, пожалуйста. А вот эта красавица – это автомат, да, коробка? Вы знаете, здесь автомат почти все, что только можно. Было в 9-м павильоне до ВДНХ. Мы проводили первые выставки. Люди приходили с семьями. Это сейчас у нас на улицах весь мировой автопром. А тогда это было на улицах убогие советские машины. И где-то праворульные какие-то машины. И тут, там, 92-й год на ВДНХ проходит международная выставка «Автошоу-92». Вот, конечно, мы пригласили самых красивых девушек Алматы, которые одели самые свои красивые привлекающие платья. Считалось, вот, продавцы автомобилей – это самые яркие бизнесмены, самые успешные. Едва возникшую бизнес-элиту активно поддерживает власть. Страну в двухтысячных действительно будут двигать молодые, амбициозные и жадные до всего. Наши клиенты и мы вместе. АСКоммерцбанк. Мы открыли в этом обувном магазине, как бы, шоурум. Туда втиснули две машины. И нам звонят, говорят, вот, президент объезжает, и ни одного автоцентра нету. Вот он к вам приедет, Тойота. Мы написали Тойоту, втиснули туда две машины, и на стенах все это сайдингом закрыли, и повесили несколько фотографий. И вот он заходит туда, ну, и он, наверное, продумал, что там где-то еще продолжение, но это было все. Вот все, что он увидел со входа, это был весь автоцентр. То есть там пять шагов в одну сторону, пять шагов в другую сторону. Мне было невероятно неудобно, мне было стыдно. И он сел в машину, он был в очень хорошем настроении, улыбался, и он сказал какую-то фразу, которая у меня сильно зарядила на многие годы. Он говорит, Нурван, не стесняйся, мы сейчас все в таком состоянии. Пройдут годы, у тебя здесь будут шикарные автоцентры, ты все построишь, у тебя будет все хорошо. Не стесняйся, это вся страна сейчас в таком зачаточном состоянии находится. Среди реформ, которые должны превратить бывшую Советскую Республику в буржуазную страну, одной из первых стоит приватизация. Но разом не получается. Оказывается, что жить по-западному – это в первую очередь думать по-западному. К этому готовы далеко не все. Особенно старшее поколение, которое до конца будет жить еще в той стране. Такое тяжелое время и такой праздник вы нам создали вместе с нашим любимым директором. О, не надо, да. Это, тетя Маша, не надо. Все же он любимее, чем я. Вот мы сейчас видим. Конечно, я уйду, он останется. В вас я первый раз вижу. А его каждый вижу. А это да. А потом, да, трудное время, все. Но мы, я вот не боюсь этого слова сказать, я как от пенсионеров говорю, что спасибо нашему директору, он нам помогает. Помогает, по полторы тысячи дал пенсию. Я же не собираюсь его снимать с работы. Не надо, не надо. А все, что происходит, трудно, и мы на то работаем, чтобы этот кризис пережить. Я думаю, переживем обязательно. Но стариков больше шокируют даже не экономические потрясения, а с опозданием объявленная сексуальная революция. Вдруг оказалось, что нет ничего постыдного в том, чтобы зарабатывать на внешности. Наташа, 18 лет, студентка артификурно-строительной академии. Вот она, вот она мечта многих моих прелестных юных согражданок. Дизайн, мода. 120 полуодетых див, попки, ножки и прочей прелести участниц конкурса «Звездная болезнь». Конкурс «Звездная болезнь» задумывался как возможность простым девчонкам, дилетантам, в общем, стать профессиональными моделями. Сегодня, например, оценивалась фигура и походка. Выглядело это, видите, как бодрым строевым шагом девчонки маршировали, подходили к жюри, поворачивались спиной и уходили обратно. Жюри ставило соответствующие оценки. Ну, а финал всего мероприятия «Звездная болезнь» пройдет в комплексе «Алпиналма» 15 августа. И последнее в дизайн-моде, как обычно, не было света. Хозяйка дизайн-моды и пионер модельного бизнеса в Казахстане Татьяна Антоненко уже давно занимается ландшафтным дизайном. Вспоминает, 90-е были чудесным временем, но очень скоро красота стала товаром. Когда уже красота стала становиться товаром, мужчины, видя, что это уже взрослая женщина перед ними стоит, они как бы и предлагали какие-то ей там варианты. А это девчонки еще, которые ничего не смыслят, которые вообще ничего не соображают. У нас там такие были страсти-мордасти, когда мы ночью, там вдруг среди ночи мне звонят домой, в 2 часа ночи бабушка какой-то девочки, где моя там внучка, почему вот ее... А ее забрали на съемку вот так же вечером в 6-часовую, и вот 2 часа ночи бабушка вдруг... И потом на следующий день вваливаются ко мне, значит, вот эти вот представители этих, которые пригласили девчонку на съемки в кабинет, вот так становятся все, типа, ты что тут вякаешь? Я говорю, а вы знаете, что ей нет 16 лет? И они вот так все по стенке поползли вниз. Вот эти представители. И вот так я за каждую девчонку всегда боролась, бодалась. Мне вот так возле виска крутили вот эти олигархи, да, что ты дура, ненормальная. Но культ женской красоты – это лишь часть истории. В борьбу за самовыражение с удовольствием вступают мужчины. Они, как выяснилось, тоже хотят быть ухоженными и модными. А для некоторых новые времена – это вообще возможность найти истинное лицо. Я благодарю всех, кто меня поддержали на этом конкурсе. Кто вы по профессии? Я вообще-то занимаюсь рестораном, бизнесом. А зачем вы здесь? Ну что, почувствовать себя мужчиной среди женского коллектива. Главным транслятором свободы во всех ее проявлениях становится коммерческое телевидение и не скованное госзаказом пресса. Журналисты, освободившиеся от идеологической нагрузки, еще не обремененные олигархической, получают удовольствие от самого процесса. Извините, пожалуйста, может быть, бестаптное? Я спрошу. Вы сами пишите свои книги или вам помогают, как брежневые? А если сами, то мне вот и не берете. Я могу на ваш вопрос ответить очень коротко. Если когда-нибудь, после того, как я не буду президентом, постарею на мою льду в этой жизни, кто-нибудь, если скажет, так же, как и о книге ближнего, что я не прикасался и никто не найдет, я буду очень несчастным человеком себя чувствовать. Да, у меня очень мало времени. У меня отпуска, иногда выходные. Поэтому я диктую на диктофон. Мне помогают мои ребята изображать. Не забывайте, изложите ее в текст. Дело в том, что появление КТК и новостей наших на нем, они были обусловлены всем ходом жизни. Люди соскучились по неформальному какому-то общению, общению в том числе с телевизором, с нашим ящиком родным. И когда вышли мы без галстуков, в маечках, обычные ребята с улицы, и начали простым человеческим языком рассказывать то, что произошло, без вот этого, вчера на 20-м съездил. А мы рассказывали, что сегодня на базаре помидоры стоят вот столько-то. И люди поначалу, а что это такое, о чем они говорят? А мы говорили о жизни. И поэтому популярность КТК была сумасшедшей. Если вспомнить, как ты идешь с работы, мы же выходили в кривом эфире, прямых эфиров не было, когда ты идешь с работы, и с каждых окон тебя сопровождают позывные твоей программы. Это было очень приятно. 67% реальных зрителей, то есть у тех, кто был включен в телевизор, смотрели наши новости. Свобода слова воплощается и в совершенно новом жанре – рекламе и коммерческих объявлениях. Западные ролики транслируют то, что потом назовут «лайфстайл» – пособие, как должен выглядеть счастливый и успешный человек. Отечественная реклама вдобавок к продажам должна еще и повысить статус самого рекламодателя. Настоящие новые казахи заказывают клипы в Москве. Самая красивая подходит к бортику, прыгает в воду синюю. Весь в ММФ кортику приветствует самую красивую. Самая красивая! Да ты самая красивая! А где же, друг, самое красивое? Платье шрёк или чистит картошку? В Казкомерцбанке она не ленивая. Приходи, посмотри, там её окошко! Все вместе в Казкомерцбанк! Все вместе! Те, у кого денег и амбиции поменьше, ограничиваются местными креативными силами. То, что всегда нужно, то, что всегда вкусно, то, что всегда... Стоп! Стоп! Подожди! Что, Валера? Я не вижу твоей булки! Благодаря программе малой приватизации, запущенной уже в первые годы независимости, в стране появляются частные предприятия. Конечно же, это макаронные цеха, мясные цеха, пекарни, и всё это, безусловно, нуждается в рекламе. Давай ещё один дубль. Хорошо. Поехали. То, что всегда... Уважаемые алматинцы! В преддверии прекрасного весеннего праздника 8 марта фирма «Макс» имеет честь поздравить всех женщин и предложить широкий ассортимент товаров весенне-летнего ассортимента. Спортивная одежда и обувь, женское и мужское верхнее и нижнее бельё, парфюмерию, постельные наборы, детские игрушки и одежду, мебель и бытовую технику, запчасти к импортным автомобилям, а также для тех, кто думает о будущей зиме, есть дешёвые кроличьи шубы. Всего лишь по 5 тысяч тенге за штуку. От открывшихся потребительских перспектив захватывает дух. Население, одетое в серые советские шинели, очень хочет яркой рекламной жизни. Наивной верой в лубочный капитализм тут же пользуются предприимчивые молодые люди. Рецепт простой. Приносишь 100 долларов, через месяц забираешь в 3, а то и в 5 раз больше. Впервые в Казахстане. Финансовый центр, трастовая компания. Наша цель – работа с вашим капиталом. Наши гарантии. От 20 до 40% вашей ежемесячной прибыли. Наши приоритеты. Новые технологии, промышленное оборудование, биржевые сделки, недвижимость. Наши возможности и ваши деньги. Защита от инфляции. Некоторые особо изощренные аферисты обещают новенькие «Жигули» за сущие копейки. Как и в любой финансовой пирамиде, в выигрыше остаются только те, кто успел вовремя выйти. И я хочу, чтобы вот таких счастливцев, как я, было очень много. Вносите, обращайтесь, воспользуйтесь услугами этой фирмы, купите себе за 3000 тенге автомобиль. Секунду. Олег, как вам удается подобное? Один раз в год мы принимаем вклады на определенный срок под определенные дивиденды, которыми не является выплата денежных каких-то сумм, а непосредственно мы выкатываем в качестве дивидендов автомобили ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и ВАЗ-21099. Идите с вами, мы вам объясним, мы вам даем деньги. И КТК вам дает. И КТК вам дает деньги. Мы даем вам. 20 тысяч. Но заканчивается все грандиозным скандалом. Про самого известного афериста Смогулова ходят самые разные слухи. Кто-то утверждает, что его убили, другие якобы видели его за границей. МММ по-алматински. Вы поняли, что мы находимся возле контора Смогула ФК. Сейчас толпа перекрыла движение. Вы видите, как автобусы переезжают по встречной полосе. Они требуют возврата своих денег. Особенно жалко стариков, которые в основном и поверили аферистам. Толпу пенсионеров еще несколько лет будут добиваться справедливого суда и распродажи имущества. Но все деньги вкладчикам никто так и не вернет. А мы вот бедные. Я из поколения. Он к нам приходил. И вот так, как мы с вами смотрим, он нам распинался. Да я, да я, да я для пенсионеров. Я все для них сделаю. И вот вам, пожалуйста, через два месяца он махнул ручкой, а дью, и умчался. А мы с нашей болью остались. Вот в чем вся беда. Мы последние несли. Мы собирали двух, трех, трех соседей. Вместе складывали. Для того, чтобы удвоилась, утроилась потом эта сумма на наше погребение. Слово реформы уже вызывает у основной части населения стойкое отвращение. Но без них никуда. Пенсионная реформа, налоговая, социальная. В перспективе все непопулярные меры выведут страну из кризиса и позволят государству платить по счетам. Но до стабильных нулевых еще много лет. А тут президент обрушивает на страну новый Иудей. Переезд столицы в Акмалу. Новый город со сверкающими небоскребами на месте советского областного центра. В это, кажется, не верит никто, кроме Назарбаева. Наши купе. Музыка Музыка В 1997 году первый поезд с чиновниками отправляется в Холодную и провинциальную Акмалу. Позже Назарбаев будет вспоминать о том, что психологически его идею переезда восприняли... О, красавица, это конечная? Проходите, проходите, пожалуйста. Психологически его идею переезда восприняли далеко не все. Даже в семье у президента не все были за. Ну, понятно, это же все нужно начинать с нуля. Действительно, переезд не вызвал большого энтузиазма ни у политического истеблишмента, ни у чиновников, ни даже у жителей новоявленной столицы. На одну минуточку можно? Телевидение Алматы. Как вы относитесь к тому, что столицу перенесут из Алматы сюда? Я? Вообще-то нежелательно, наверное. Почему? Потому что здесь все дорогое. Все будет дорогое. Да, конечно. Только из-за этого? Только из-за этого. И зачем вообще столько растрат в данное время? Кому это нужно? Все с вами будем найти? Ну, столько растрат будет, в общем, много, в общем. Нежелательно, в общем. Опять же, простые люди пострадают. Зачем? Положительно. Почему? Почему? Ну, столица есть столица. Столица будет и уровень культуры выше, вот, я имею в виду, и архитектура будет лучше, будет строительство, я так считаю. Итак, обещанный репортаж из новой столицы Казахстана, из Акмалы. Мы с зорким глазом стоим на главной площади города, площади Ленина. Если столица будет перенесена, ее, наверное, переименуют в площадь республики или, там, скажем, независимости. Сзади меня стоит Владимир Ильич, только в отличие от нашего, он рукой никуда не показывает, а смотрит куда-то в сторону юга, и развивается у него пиджачок и пальто. За ним 15-этажное здание, самое высокое в городе. Там сейчас расположились самые разные коммерческие фирмы. Тут наверняка расположатся Бутя, Акцепт, Алимп Систем, ну, в общем, все наши крутые бизнесмены. А может быть, это дадут под министерство, на каждое министерство по этажу, 15 министерств. По правую руку от меня находится здание горсовета, оно очень большое, и тут наверняка расположится вся президентская рать. Я думаю, они вмесятся. Здание это должны, по идее, обить ракушником, как принято у нас в нашем стиле, или обклеить мрамором. По левую руку гостиница Ишим, где мы с Тимуром Токоновичем и проживали. Там почему-то написано «поздравляем с праздником», с каким, непонятно. Сюда можно втиснуть парламент. Гостиница большая, а если число парламентариев уменьшить, или, скажем, уменьшить расстояние между креслами, в зале сцени, то пойдет, вполне пойдет. Но к концу 90-х город Целинников уже почти отходит от постсоветского похмелья. Грандиозная казахстанская стройка совпадает по времени с большой казахстанской нефтью. Наступают стремительные 2000-е, и про 90-е все на время забудут, чтобы вспомнить 20 лет спустя. Добрый вечер. Сегодня президенту нашей республики Нурсултану Назарбаеву исполнилось 55 лет. Самый творческий возраст, как утверждали древние. Свой день рождения президент отметил вне столицы, возможно, даже на борту самолета. Поздравляем с юбилеем, господин президент. Желаем счастья и, главное, здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Камера? Есть камера. Значит. 90-е, они действительно разные. Для кого-то это были бандитские разборки, для кого-то первые шаги в бизнесе, а кто-то без выходных и праздников создавал то, что мы сегодня называем независимым Казахстаном. Кто-то из великих людей сказал, не плачь, потому что это закончилось, а улыбнись, потому что это было. Вот на этой оптимистической ноте я и закончу сегодня нашу программу. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok